Словацкая сказка по три гроша Ой, ласковый господин, уж как-то прожил бы на них, но я из этих трех грошей Один возвращаю, второй одалживаю, а на третий живу Король думал, думал, что бы это значило, даже голова кругом пошла Да все никак не додумается, что оно и к чему Вот он и признался, что не знает, как ему все это понимать Да все просто, светлейший господин, отвечает бедняк, так оно и есть Кормлю я старого и немощного отца, значит, ему возвращаю Потому как он меня кормил Кормлю я и малого сына, ему одалживаю, чтобы он мне возвращал, когда состались А на третий грош сам должен жить Ну ладно, коли так, обрадовался король Видишь, дорогой, есть у меня двенадцать советников И чем больше я им плачу, тем больше они приведняются Это, дескать, не на что жить Теперь же загадаю я им эту загадку От тебя услышанную Но если придут к тебе спрашивать, не отгадывай им, пока не увидишь образа моего Сказал так король Подарил бедняку горсту каток, да и пошел замок Вот пришел он и тут же повелел позвать к себе всех двенадцать советников Да и говорит мне Вы не в состоянии прожить на королевскую плату А есть в нашем государстве такой человек, который зарабатывает три гроша И один грош возвращает, второй одалживает, а на третий сам живет и живет честно Теперь, если вы такие мудрые, скажите мне, как это понимать? Если же в течение трех дней не скажете Велю всех вас выгнать из королевства, чтобы даром хлеб не ели Попрелись домой славные советники, носы повесят Да и сели советоваться Как это так может быть? Каждый хотел быть самым мудрым Но ни один не мог сравниться умом с простым мужиком Прошел день, прошел и второй На третий день утром должны были они явиться к королю А сами ничегошеньки не отгадали Ну вот, кто-то шепнул, где можно отыскать того мужика, который им в беде поможет Вот отыскали они его и все быстренько притащились к нему Да как насели на него и просили, и грозили Только бы он сказал, как же оно получается с теми тремя грошами Но нисколько не испугался Рассказал им о королевском наказе Мол, разве что они показали бы ему королевский образ То, может, у них что-то и вышло бы Как же мы, грешные люди, покажем тебе королевский образ Загоревали они Ведь король нас не послушает И к тебе не придет И ты к нему не пойдешь Нет Скажи-ка нам все И конец Да коль вы и сами этого не знаете То из чужой муки хлеба не испечете Прибегли они к последнему Наобещали ему золотые горы Наносили ему столько денег Что мог бы жить и без королевской доброты Только бы рассказал А он не словечко Только когда уж насмеялся над ними волю Что, дескать, такие мудрые господа А недогадливы Вытащил из кармана Один из тех дукатов Который подарил ему король Да и говорил Ну вот, видите Здесь королевский образ Король мне сам подарил Значит, нечего мне бояться Я королевский наказ не нарушал И если захочу То и скажу вам Да и разгадал им ту загадку Обрадовались советники Да и пошли говорить с королем Когда бедняк одолжил им своего ума Но король сразу же заметил Что к чему И приказал позвать к себе Того мужика Да и спрашивает А скажи-ка мне, как это ты Честный человек Да нарушил мой королевский приказ Не нарушал я светлейший король Ибо молчал словно камень Пока не увидел образ ваш Он и сейчас при мне Вы сами мне его подарили Да и вынул дукат С королевским образом И рассказал Все приключения С теми советниками Как они упрашивали И угрожали Как одарили его И как он над ними смеялся Ну, молвил на то король Если в тебе больше ума Чем у моих двенадцати советников Не станешь ты больше Канавы копать А будешь при моем дворе Поживать И возле меня в совете заседать А вы Повернулся к своим советникам Не стыдно ли вам Что теперь с вами делать Теперь я вам не только Жалования не прибавлю А еще и удержу Из того, что вы получаете С тех пор Не просили они больше у короля Поднять им жалование Продолжение следует...